Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас утро, 11 утра, 2 июля, вторник. Я сижу в этом замечательном саду, в своем собственном саду, который вот я разбила в цветнике. Сейчас я покажу, как здесь красиво. Дочка у подружки сегодня ночевала. Рано утром позвонил старший сын, говорит, мам, я купил, ну он у меня женат, и двое детей, уже третий на подходе, в животике у невестушки. Старший мальчик, потом девочка, и вот еще одна девочка, ну она. В общем, позвонил и говорит, мам, я купил тут семейный пас, пас в этот вот, в бассейн, и вписал, как в семью, Дженнифер. Ну есть такие вот возможности, мы когда записывали, я покупала пасы на фигурное катание, и записывала тоже иногда вот Артура, ну как член семьи, что если он захочет идти кататься, и что приходил бесплатно. В общем, он предложил, я говорю, слушай, сестра твоя ведь не дома. Он говорит, ну тут бассейн, там типа может она захочет. Самое интересное, смотрите, ей 13 с половиной, и у нее есть свой инстаграм. Ну и брат и сестра, ему, значит, 31 Артуру, Дженнифер 13, 13 с половиной. И я говорю за connection, это вот за... Ну он позвонил на телефон на домашний, мне написал вот ей... Девочка уже в восьмом классе, считайте, восьмой класс пережила. Абсолютно взрослый, не то что взрослый, а подросток, вот она подросток. Ну уровень ее, например, английского языка, вот именно грамматика, понимание языка и так далее, у нее 12-12 класс. Я просто к тому, что она очень талантлива именно в написании, рассказов, стихов, поэм, этих вот... Именно в литературном жанре, у нее очень богатый словарный запас, к чему я их не сравниваю, а просто к тому, что он мне звонит, значит, мне старший сын позвонил, типа, не хочет ли Дженка пойти? Я говорю, так ей пиши, вот сколько раз уже такое повторялось, и как-то, я не знаю, что-то до него, до старшего не доходит. Я и невестушке говорила, смотрите, она уже здесь два с половиной года. Нет, да, два с половиной года уже пролетело, уже 24-й, 2-й июля, они приехали 21-го марта 22-го года. И за два с половиной года, смотрите, это вот, Дженнифер с 11-ти с половиной, уже 13-ть с половиной. Нет, это... Артур мне в 15-ть сказал, что он... Ну, когда Артуру было 15... Что он нашел... Что он женится. Все, вот это... Ну, там... Значит, это в Одессе произошло. Я его записала в частную школу, протестантскую церковную, в сквере Гамова. То есть, это было 2007-го до 2008-й год, и там его охмурила учительница. Учительница, в общем, там вообще дело совсем не смешное. Она ему сдвинула настолько мозг, смотрите, я понятия не имела. Значит, я работала, работала гувернанткой, и... И Артур у меня учился в 101-й школе. Это спортивная школа в Одессе. И когда вот я обручилась со Стивом в 2007-й год, 2007-й, то есть я знала, что мы где-то там в течение года уедем с Артуром. И у меня появилась возможность, я просто... Они открыли при вот... А я протестанткой была. И Стив тоже ходил в протестантскую церковь здесь, в этом вот, в США. Мы получили... Я получила лично, пошла к этому вот, к покойному епископу Сердиченко Петру Владимировичу. Вообще, когда я пришла... Я прошла путь, я сейчас православная христианка, и прошла путь от протестантов. Я была в этих вот, в разных сектах, и меня затягивали. У меня мать по всяким жутким сектам, этим вот йогам. И вообще, я не понимала, что они жуткие. Это я теперь могу сказать. Смотрите, мне 55, и есть вот этот вот опыт, из которого вот я еле выползла. И... Значит, в 2005-м я попала в ту протестантскую церковь, меня там за руку привела моя квартирантка. И... Знаете, когда она мне сказала, ну тебе же типа нечего терять, это вот, давай пойдём, я тут, это вот протестантка, всё тебе очень понравится. Значит, у нас там здорово так в церкви. И... я никому не желаю вообще туда попадать. В том плане, получилось как вот такое вот обольщение. Знаете, вот пришла такая вот... восторгивала. Там все там улыбались. Это вот... Но я почувствовала что-то вот... Ну что-то ненастоящее. Меня там очень здорово использовали. В таком плане, вот эта вот квартирантка, значит, которая... Я искала тогда кого-то к себе на квартиру, чтобы человек был верующий, ну чтобы меня не кинули. И она такая, ой, я как раз ищу вот это вот. В общем, я её взяла и думала, как здорово. А потом она привела ещё своего сына. Значит, потом она стала приводить этих вот... Типа, ну что, тебе жалко это будет, но ты же христианка. Ну там с её деревни. Смотрите, она именно из деревни, с которой... Значит, её лучшая подруга, вот с той деревни, её дочка вышла замуж за этот вот пастор, который сейчас именно пастор в той церкви. Сын вот этого Петра Владимировича. Мужик молодой. Я общалась с Петром Владимировичем. Тогда вот Денис... Значит, если мне... Ну вот я с пятого года, это с тридцати моих шести лет, он... Ну он уложил меня где-то на лет десять. Вот, он для меня вообще там зелёный был. И получилось, что у того сердечинка Петра Владимировича, значит, у него девять детей. И этот вот Денис один из самых младших, и его там пристроили. И в том плане, что... Смотрите, я... Эти вот слухи, слухи там по церкви ходили, что он сам... Самый такой вот... Ну, Гулёна. Вот. И лично вот мне рассказывала вот эта вот моя квартирантка, которая... Ну, она вхожа в тот дом. Вхожа, потому что вот её лучшая подруга... Дочка её лучшая подруга вот вышла замуж за того парня. В общем, подыскивали там девушку такую вот более... Я не знаю, почему вот именно болгары они... Ну, вот именно болгары. У меня, кстати, невестка, она тоже болгарка. И она... Она из протестантов, но она из баптистов. И вообще, они очень странные баптисты. Эти вот ребята... Христиане, вот христиане, протестанты, они говорят, нам не нужна религия, нам нужна вера. Так это всё как раз перекручено. Вот. Перекручено в таком плане, что вот вера именно православная, а религия христианство. И сколько я вот не объясняю, вот мне вот сын старший говорит... Мама, типа... У тебя религия, а у нас вера. И там мне футболки дарил. Вот вера, вера. Ну да, вера, вера православная. Вера православная. Оно перекручено. Смотрите, вот у меня сейчас футболка с этого вот... Сволка. Когда... У меня же это вторая эмиграция. Первая эмиграция у меня была в Аргентину. С 98-го года, с декабря, я уехала. Ботом пробыла сама, подготавливала, так сказать, почву, чтобы забрать своего бывшего украинского фиктивного мужа и настоящего сына. Артура, ну там долгая история. Почему вот волк? Там я попала в ловушку, я даже не знала, я только сейчас узнала. 20 лет спустя... Вот смотрите, я уехала из Аргентины, сбежала в 2004 году. Сейчас 24-й год. Вот ровно 20 лет. Артуру моему в этом году 302 года исполняется. А тогда вот... Смотрите, я сбежала последние дни мая. И... Значит, пробыла я в Аргентине 5 лет. 4 года последние вот я прожила с Артура. И там еще был один мужик полицейский, с которым получилось, я так вот попала в те... Ну у меня вообще подозрения, подозрения у меня нету доказательств, что он меня... Это вот подцепил мне что-то на первом свидании. И там все не так просто. Все просто замутилось. С прошлого года вот-вот выползла. Смотрите, вообще чудо, что я выжила все эти годы. Дуба не врезала на этот вот... Потому что я была вот так вот на смерти... На краю смерти. Ну у меня часто бывало на краю смерти. Но последний раз, когда... И сразу так в голове, что последний раз вот в прошлом году авария была. Ну там... Пацаны в нас чуть не перевернулись. Ну один из случаев, когда вот я один на один там дома была, вот ковид. Ковид у меня... Значит... Когда вот родился мой внук, вот та вот вся Валюшина беременность, значит, Артур с Валентиной был там в Одессе. И там же была вот эта вот моя сумасшедшая сектантская мать, которая... Значит, они попали под ее влияние, под ее... Ну мой сын старший, и этот вот Валентин, и вся ее семья, вот эти вот баптисты. Я не знаю, с чем вот она хмурила, или они вот в прелести были, или они специальные, или вот задумывали что-то, я не знаю. Но вот получилось, что они попали вот в ту... в ту ересь, и я их предупреждала, будьте очень осторожными. Моя мать врет, она хочет сгубить, и Артура, и вас, и ей плевать, и на меня ей плевать. И вот они мне не верили, значит, вот, как ты можешь там. То есть, здесь вот именно, смотрите, в Библии говорится, что если вот бесы веруют и трепещут, и я... То есть, вот, то, что внедрялось в это вот, те идеи, жуткие идеи, вот этих вот протестантов, которые говорят вот о любви, о любви, о любви, но о какой о любви они говорят. Возьмите вот эту вот Валентину, она говорит, вот вы знаете, что есть пять языков любви? Так это согласно протестантов, то вот американцы вам будут вот это вот внедрять о пяти языках любви. О чем вы вообще говорите? Ну, там, потрогать подарки. Так они, ребята, вот эти вот протестанты невежие, они вообще не ведут, что они говорят. Если их спросить биографию, возьмите этих вот, вот у меня Артур, он крещён Артёма, святой Артёма, Артёма, это апостол от 70. Если я ему задаю вопросы, я уже лет 7 или 8 у православных, и Артур мне говорит, да, ты это вот, у тебя своя религия, ты религия, нужна вера. Я говорю, хорошо, расскажи мне это вот, ну вот, святой Артёма, апостол от кого? О, от 12, от 70, от 300, ты вообще, вот, вы орёте, ну, они там орут, слава Украине, слава, этой вот, слава Святой Матронушке, слава Ивану Крестителю, слава, вот смотрите, и ветерок такой пошёл, это, это просто неземное, вот это неземное подтвердение. Если вот эти вот сатанисты, которые устраивают шабаши, допустим, там, поп-звёзды и так далее, вот эта вот Мадонна, которая себя уже в Википедии всех этих вот, во всех источниках уничтожила, что эта Мадонна, это её ненастоящее имя, что там Мария, как она там рождена была, Вероника, вот, Вероника, а Вероника, значит, очень симпатичная трава, вот Вероника, с этими вот, с острыми этими вот штуками, но она очень опасная, за ней нужно очень следить, потому что она очень инвизив, тут вот, а в США, в США она инвизив. Я просто вам что буду говорить, что есть вот два пути, значит, если говорят, вот, плохо без Бога, а у сатанистов тоже свой Бог, у них деньги, власть и похоть. Похоть – это развлечение, вот эти вот плоды, ничего, ничего нету нового. В понедельник, вот вчера, светлое, значит, Господь создал ангелов, создал их светлыми, а они бах, и одна треть разделилась, вот одна треть разделилась. И что значит разделилась, что такое темнота? Вот темнота – это отсутствие света, то есть вот этот вот дьявол и вся его армия, вот те вот одна треть, они копируют Бога, и они, ребята, им спать не надо, они не спят, они в каком плане лучше нас, потому что мне надо отдыхать, мне нужно восполняться, они не спят, они не спят, им не нужна еда, им не нужно восполняться, и они бесятся, они знают, что для падших ангелов был создан ад. Да, 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 вот тот, что наоборот, вот какие иудеи читают, евреи наоборот, да, вот этот ад был создан именно для падших ангелов. Смотрите, на шестой день мы были сотворены люди, которым дал Господь плоть, и вот эти вот падшие ангелы, они бесятся, они доказывают Богу, что, значит, мы недостойны вот этого вот тела, внушают, разрисовывайте себя, вот эти вот татуировки, а отчего они, а татуировку, если у меня Артур, значит, ходит вот в эту вот протестантскую церковь, и там пастор оказался, он там весь этот вот в наколках, или тот, кто играет на этих, на гитаре, я не знаю, то ли пастор, то ли, в общем, кто у них там, в общем, я случайно заехала к этим вот, домой, Артур купил у него машину, я как раз заехала, и смотрю, а он вот, вот, весь татуировка, представляете, весь татуировка, я такая в шоке, раньше бы, и Артур, значит, с Валентиной, мне такие, вот, здесь татуировки, ну, они берут ветхий завет, что им протестанты там всунули, значит, в ту бошку, и на своем уровне, и говорят, это вот не делайте наколки ради мертвых, да, ради каких мертвых, кто победил смерть, кто держит ключи от ада и смерти, апокалипсис 1,18, у Иисуса Христа, он победил смерть, и он взял ключи от ада и смерти, если говорят, о, там, ворота рая, ворота рая, ребята, все, кто выходит, вот, душа из тела, и нужно пройти вот ту вот темноту, а темнота, это отсутствие света, а если говорят, вот, мне там, Иисус Христос привиделся, ребята, если вы говорите с Христом, это нормально, если Христос говорит с вам, это шестая палата, это бесы, которые, там, голоса и так далее, и мне собственная мать, мне это вот, не сознавалось, там, больше 20 лет, что у нее голоса, я случайно узнала, вот, знаете, когда, это вот, разозлишь, вот, именно, разозлить от человека, и он начинает выплескивать, что там внутри, если вот эти татуировки, мне Артур говорит, вот мы это вот, ну, они же копируют, если там у пастыр вести в татуировках, а этот вот, я говорю, на лоб себе сразу, видите, я идиот, я дура и дурак, в каком плане, орган, какой самый, это вот, орган, кожа, это орган, который дышит, вы, это темпл, Господь создал, вот этот вот, вот это вот, наше, и здоровье, вот, разному, разному человеку, дал разное здоровье, кого-то, у Матронушки святой, даже не было глазниц, вот слава Матронушке святой, слава Ксении Петербургских, слава Святому Петру, слава Святому Апостолу Павлу, слава Святому Апостолу Артема, смотрите, есть же вот эта вот пирамида масла, которая изучается, раньше изучалась только в институтах, сейчас уже и в школах, вот эта вот нижняя часть, вот эта вот вся самая большая, это, значит, покушать, поспать, вот эти вот потребности, вот когда ты, ну, допустим, ребёнок, когда ты молодой, там, это вот, вот эти вот, вот эти вот потребности, мне мать заявляла, значит, это всё материализм, это мещанство, вот, она мне в детстве, она не хотела вообще тратить деньги, у неё была куча денег, она всё время притворяется, это всё брехня, и вот ходила, плакала, и моим этим вот, уже мне невестка, весь тот год, что она там жила, ну, вот когда беременная была, и говорю, у вашей мамы нет денег, я говорю, да есть у неё 20 тысяч долларов, значит, есть у неё куда выехать, значит, я просто ей не ставила эти вот, ну, как бы, сама, сама, я сама подпитывала, я сама, получается, виновата в своих проблемах, потому что, значит, не противостояла дьяволу, противостоите дьяволу, моя мать, совершай, ла, и совершай дьявольские поступки, я сама себе создала, на своей квартире, протестантское то гнездо, меня, просто, и мною пользовались, я вообще не понимала, я думала, я делаю доброе дело, у меня, значит, приходили какие-то, бабы ночевали, ну, эти вот, с деревень, они с бабками были, с бабками, они потом оказались, у них какое-то золото было, Артур у меня еще тогда малый был, он вообще не соображал, сколько то стоит, потерял то золото, они мне сказали, значит, пришли, поплакали, типа, я бесплатная гостиница, значит, я их пустила себе ночевать, а этот вот, я-то думала, они бедные и несчастные, они пришли, знаете, вот, с этими вот, там, с золотом, там, еще с чем-то, и вы, когда в гостиницу идете, там написано, ничего не оставляйте, значит, это вот, ну, гостиницы, а у меня получилась, бесплатная гостиница, у меня ночевали какие-то эти вот, протестантские, баптистские эти вот, пятидесятнические, ну, вообще, кто угодно, всем бесплатно, я всех этих вот, все мне падали на уши, и то же самое, не мать, все время, ты обязана, ты обязана, знаете, что я обязана, в кодексе, в этом вот, в уголовном, там еще кому, вот, кому я что обязана, что я кому обязана, ребята, это вот, вон, налоги обязана сдавать, я давала присягу, ну, американскому, американскому государству, кровь у меня вообще не американская, я вообще восточная славянка, чистая, эти вот, 92%, чистая восточная славянка, муж у меня, американец всю жизнь, и родился в стране, США, а у него 96% французской крови, вот он, американский француз, вообще, американский француз, а его родыки, канадские французы, вот, Поэтому, смотрите, то, что у меня, ну вот смотрите, у меня муж, он здесь родился, вот хотя вот со своей кровью вот этой вот французской, но вот это вот влияние, влияние, я мужа своего называю захватчик и расист. Он говорит, почему я расист? Я говорю, ну потому что ты разделяешь людей на эти вот, на, возьму, вот у него два института, у меня три института, я экономист, у меня магистратура вот этой вот экономики и специальность и бухгалтерия, ну это второе институт. Я говорю, смотри, какая задолженность, это вот, внешний долг США. И он четко знает это. Я говорю, а какие страны, какие страны, значит, США должны? Ну он прекрасно вот это вот знает, он по цифрам, он знает. Я говорю, а что делать, как будешь отдавать, если у тебя, вот, какой у тебя, например, вот, национальный, это вот, ну вот откуда, откуда ты будешь деньги вот эти вот отдавать, если вы должны, там, допустим, Китая вот такую-то сумму. Он говорит, а не будем отдавать Китаю? Я говорю, опаньки, опаньки, христианин, браво, протестантские христиане. А ты вообще Библию читал, в которой говорится, ничего никому не должно, вот, ты не должен быть, кроме вот, вот, отдай кесарю кесарева, а Богу Божье. Я говорю, ты зачем меня сюда притащил? Ты зачем мне это вот, вот, четвертую жену себе вот такую вот увидел, захотел, лапшу навешал, и еще, значит, дури, что я, типа, неправильно поняла. Ну, это мой муж, мы же 16 лет женаты, мужа говорит, да это ты все неправильно поняла, а я такой раз и письма показываю. Я неправильно поняла? Хорошо, давай вот доказательства у меня. Так вот это вот с этим вот, с расизмом, типа, а мы не будем китайцам этим вот отдавать. Говорю, а ты вообще знаешь, что там детский труд применяют, женский труд, что там они работают, там, день и ночь, вот эти вот химических этих вот, там, и лабораторий, ну, я имею в виду, вот даже там футболку эти вот, эти красители, это все, чтоб ты здесь за копейки вот это вот потребительством занимался. Именно потребительством еще говорил, это потому что мы уже ругались, потому что я же не знала, что у него, ну, он же сказал, я христианин, и я лучше тебя христианин. А потом, значит, оказалось, что у него долгов 165 тысяч долларов. Я говорю, ух, ничего себе, я христианин, давай мы это вот баланс, вот, вот баланс, только не там, где вот я балерина, да, и вот баланс держи это вот, а баланс именно вот такой вот. Я говорю, я к тебе приехала богаче, чем ты, потому что у меня не было долгов, у меня не было долгов, у меня. Значит, когда в 2004-м вернулась, значит, сбежала с этой вот, с Аргентины, в Одессу вернулась назад, откуда я вот родом, свою квартиру, мой бывший муж, вот тот вот фиктивный муж, который мне предложил фиктивное, вот мой первый муж, которым я расписана, фиктивно, он мне предложил фиктивное замужество, чтобы покрыть мой позор, он сказал, что, все говорили, что это позор быть матерью-одиночкой, позор, если вы вернётесь 32 года назад, да все пальцем тыкали, да какой угодно, но лучше бы же папа. Я знаю, что такое безотцовщина, что такое без отца жить. Значит, я бегала, значит, по Одессе, никому не нужно, вокруг эти вот педофилы, и пожаловаться некому было. И я только думала, значит, у меня страх был, что если по я, что я не узнаю своего Павлова, вот который у меня под документы впал, что я его не узнаю. И только и слышала от моей матери, какое какашка мой папаша, какое какашка мой папаша. И что бы я ей не говорила в ответ, зачем ты за него замуж вышла, зачем это вот, блин, то, так залетела же. А потом, оказывается, вообще, может, и не от него залетела, может, вообще вот именно, ну, я там в кровосмешении и так далее. Так она же меня гнобила, она меня гнобила, и Артур меня гнобит. Артур меня гнобит с 7 лет, с 7, вот когда я вернулась, кстати, вот, так он не своими словами говорит. Это Мажуга ему это вот в голову всунула, это ему моя мама в голову всунула, когда я ходила с Артуром маленьким. Значит, меня мать выдресила появляться раз в неделю перед ней, показываться, значит, и она меня пилила при моем ребенке. Значит, она пилила, что я, значит, его балую, что я его обнимаю, что я его целую, что я из него делаю девчонку. Вот, вот это вот все время, она это мне греет, что я, значит, грязная, что я падшая. Я, которая вообще с этими вот, с тремя институтами, со своим угробленным здоровьем из-за нее, где я слова не могла сказать. Значит, если бы я хоть слово ей возразила, полетела бы в голову, чтобы там это вот было. Она же вызывала полицию, она на моего Артура вызвала полицию, и это его не изменило. Значит, когда он отсюда уезжал в 2019 году, и он, он не был обручен. Значит, он переписывался с одной девочкой, пятидесятницей, с этой вот, со сквера Гамовой. Это же вторая, которая его развела. Катька его развела, Дмитриенко. Значит, ее папочка, который, папаша, который в то время работал дворником в этом вот, на Екатерининской. А, наверное, она родилась не на Екатерининской, а то это вообще была Карла Маркса. Вот, ну там, ну та церковь же, да, эти протестантская. А приехали из какой-то глухой деревни, и вообще он метил эти вот в диаконы, и пытался делать карьеру. Ай, дочку свою засунул туда из-за того, что Бог ей дал красивый голос. Красивый, мне Валькин и Валюхин больше нравится голос, ну у нее такой выше. У Катьки более как прокуренный, я не знаю, Катьку курила или нет, но у нее низкий голос. Вот, и это же кому что нравится. Так смотрите, человек, который моя знакомая, который я считала своей ближайшей подругой, которая моя, значит, ее мужа я пригласила кумой быть, я крестила, я крестная ее младшей дочери, я даже не обидела, что она меня не пригласила быть крестной своей старшей дочери. Значит, я пригласила быть младшей, и я выполняла роль, как вот, знаете, вот как этот вот, что у меня не одна крестница, не вернее, но у меня три крестницы официальные, которые вот я крестила, но выполняла роль, как на четыре, на этих вот, ну как будто в голове моей, ну вот там не одна девочка, а как будто две, ну вот и за сестру это вот, если я высылала подарки, то я высылала и на старшую, и на младшую. Вот, и вот в таком плане, она мне не пригласила, ее мать не пригласила меня, этот вот, крестить свою старшую дочку, то есть я не обижалась. Ну, значит, и она по образованию юриста, та женщина, и она видела Катьку, и я ей говорила, это педофилия, это же вообще, это же статья, это педофилия и так далее, потому что моему Артуру было 15 лет, ему мозги скрутила та Катька, 22-летняя, а в той церкви этой протестантской, там же не только Катька была, там же и другие девочки были. И Артур у меня три года ходил на этот вот кукольный театр, они ездили с кукольными театрами по одесским домам, он выполнял служение, и, значит, он играл, исполнял этого вот, но не только с куклами, очень талантливый артист, он вообще актер у меня, есть папашка своего, который вообще не появился, комаров. Вот, и, ой, он не только это вот артист, и с бандитами создался, ну, это папа не его родной, ну, в общем, не в этом дело. Он, значит, Артур играл не только вот куклы, там, кукольный театр, а он еще и играл, это вот, Буратино, но там же еще Мальвина была, девочка, вот в таком плане, что, ну, это, знаете, вот как, сердцу не прикажешь, любовь зла полюбишь и козла, Катька его выбегала, понимаете? Катька за ним бегала, Катька сражала, значит, там две Катьки было, одна Катька молодая, и, ну, до меня же слухи доходили в той церкви, в общем, как только я объявилась с моим этим вот женихом американским, смотрите, я ходила в ту церковь протестантскую с 2005 по 2008 год, первые два года, ну, все меня знали, ну, знали, но за моим Артуром, ну, так вот, драки не было, ну, там говорили, ну, там, красиво этот вот, эти мамочки с кухни, которые там работали, подкамливали его, ну, реально, тоже у них там дочки были и так далее, там рассказывали, какой у тебя мальчик красивый, ну, растет же, он же, я же с 13 лет туда в этого дела, так вот, здесь кошмар начался, как только я объявилась с этим вот, ну, с американским женихом, они помешаны на в Америку уезжать, Катька только хотела в Америку уезжать, значит, и ее, и Катька на 7 лет старше, а еще там один, значит, Андрючук, который тоже руководитель хора, он тоже, значит, вписался в друзья к Артуру, чтобы получить вот это вот приглашение, чтобы, значит, Артур мне мозги вынимал, первый год, это был какой-то кошмар, у меня пошли проблемы со здоровьем, мне биопсию, Артур мне, значит, что ты был Андрючук, здоровый мужик, которому то ли 22, то ли 23, Артуру 15, значит, который затесался в дружбаны, и который требовал, чтобы, значит, Артур сделал ему приглашение, чтобы я вот это вот все брала на себя эти вот, ну, пригласительные все вот эти вот документы, вот это вот все, в общем, я вам веду к тому, что там был только материальный этот вот, только материальный... необходимость, желание, вот, желание, желание иметь выгоды, они мечтали умотать, и Артур им нужен был только вот не ради дружбы, они вписались к нему в друзья, смотрите, волк, волки, вот одинокие волки, вот тот аргентинец, он все время говорил, я одинокий волк, я одинокий волк, если вы возьмете ботанику, я очень люблю, там, про животных и так далее, волки, они очень верные, они как лебеди верные, я живу в деревне Лебединая, Свондан, и у нас реально есть лебеди, и эти вот, они, знаете, вот песня «Лебединая верность», то же самое вот с волками, и они настолько верные, и, значит, волчица, вот она, если волк будет драться, волчица вот тут будет стоять и защищать горло, горло волка, потому что волк, волк в горло вцепляется, и когда, значит, с эти вот, с Викторией, значит, получилось, что, ну, это вот до Валентины, я вам просто говорю, вот эти вот личные, личные интересы, там настолько вот эти вот, получается, как, ну, вот когда гормоны и так далее, плюс невежество, невежество, что люди не поняли, получается, управляют, бесы управляют, бесы, которые бесятся, которых, значит, они это знают, которые специально делают вот вред, причиняют вот молодежи, внушают им там, потрогают, там же вот Валентина мне реально рассказывала, пять языков любви, подарки, потрогать, это вот, прикасаться, какие прикосновения, вот это протестанты, значит, проповедовали в этой церкви, в этой вот американские проповедники, проповедовали вот этим вот, и этот Сердеченко тоже это проповедовал, это Денис тоже проповедовал, американцы, у меня даже есть, я вообще любитель все конспектировать, и у меня есть этот конспект, и у меня тогда, когда вот приехала Валентина, и вот это вот стало мне рассказывать за языки любви, потрогать, я говорю, а ты вообще о самопожертвовании слышала, а ты вообще о партизанах слышала, а ты вообще о любви, о любовь Христа, а ты вообще, знаешь, вот эти вот биографии всех этих вот апостолов, вообще нули, протестанты приехали, мозги перекрутили, внушили этой Валентине, которая девчонка была, значит, что она будет эти вот проповедовать, что ей в Африку надо ехать, и она там будет проповедовать Христа, и вот все примут этого Христа, да, вообще, представьте, девчонку молодую, с этим вот, там, блондинку, это вот отправить туда, вот, вот, бесплатная рабыня, украсть, значит, ну, Артур, мой сын, повез же ее в Египет, она же мечтала об Африке, я недавно спросила, ну, невестку свою, я говорю, слушай, ну, как тебе Африка, ты же хотела в Африку, какая Африка, она даже не понимает, что Египет, ну, потом она такая, а, ну, да, Египет, это Африка, у меня сейчас Дженнифер вот...